Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение псалтыри царя Давида Господи помяни царя Давида и всю кротость его И сегодня мы читаем покаянный 50-й псалом царя Давида Который был произнесен Давидом сразу после того, как пророк Нафан Обличив его в прелюбодеянии с Версавией и в убийстве мужа Урия Мужа в Версавии покинул его Давид сразу с этими словами обращается к Богу Действительно, как учил Амбросий Медиаланский Мы должны подражать Давиду не только в его жизни, но и в его покаянии В греческой септуагинте, которая соответствует и славянскому переводу Точнее, славянский перевод берется с греческой септуагинты Мы имеем надписание в конец Я напоминаю, это надписание означает, что в псалме какие-то пророчества содержатся Псалом Давида, когда вошел к нему Нафан, пророк После того, как он, то есть Давид, вошел к Версавии, жене Урия Об этом событии рассказывается во второй книге царей, 12 глава И мы читаем сам псалом, который начинается словами «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедро Твоих Очисти беззаконие мое» Вот здесь мы должны понять, чем милость отличается от щедрот Милость — это когда мы не просто виновны А виновны настолько, что заслуживаем наказания Поэтому мы нуждаемся не просто в прощении А именно в милости, когда наказание может миновать нас Или быть как-то смягчено Щедроты, щедрость — это то, что Бог дает нам Своей щедрой десницей Поэтому, когда Давид говорит «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей» Скорее всего, он вспоминает Как в Пятикнижии Моисея в Торе Провозглашалось имя Бога Как милосердного и человека любивого А когда он просит, чтобы его помиловали И по множеству щедрот Господних То есть имеется в виду Помножество тех благодеяний Которые он и раньше получал от Бога И теперь надеется получить их Далее Давид восклицает «Многократно омой меня от беззакония моего И от греха моего очисти меня» Мы нуждаемся именно в многократном очищении от Бога Потому что грехи имеют такую печальную особенность Они повторяются в нашей жизни И мы просим Бога вместе с Давидом Чтобы Господь многократно, а не единоразово Совершал бы дело нашего омовения Омовение совершалось в те времена В времена Давида В обряде Миква Когда человек после осквернения Погружался в воду Но была ли у него уверенность Что эта вода может его омыть И люди поэтому обращались к Богу Чтобы как в воде омывается тело Господь бы омыл многократно их душу Как о святом крещении сказано Крещение не есть плотской нечистоты омытия Но обещание Богу доброй совести Что значит доброй совести? Когда человек приходит на исповедь И кается о своих грехах Мы, священники, должны убедиться в том Что он имеет твердое намерение Больше не возвращаться к этому греху И даже если человек многократно кается В одном и том же грехе Мы все равно должны искать в нем намерение Там в сотый раз, в двухсотый раз Но не возвращаться к этому греху Многократно омой меня от беззакония моего И от греха моего очисть меня Как блаженный Августин писал Когда вода крещения касается тела Происходит очищение нашей души Ибо беззакония мое Я сознаю И грех мой всегда предо мною Действительно, греховная реальность Это как некая склонность Которую человек распознает в себе И в которой человек кается То есть он сознается, что в нем присутствует Такая дурная склонность И грех мой всегда предо мною Ну, прежде всего, в том смысле, что мы Едва ли можем забыть о собственных падениях Воспоминания о них как бы тяготеют над нами Но вместе с этими воспоминаниями Над нами тяготеет и Как бы ответственность за тот или иной греховный проступок И благодатно присутствует воспоминание о том Как Господь уже прощал нам Ту или иную ошибку, которую мы допускали в нашей жизни И мы надеемся, что Господь и в этом случае Как бы даст нам отсрочку Не применит по отношению к нам Какого-то тотального наказания Потому что долготерпение Божие Имеет целью привести нас к покаянию То есть к такому изменению К такой перемене образа мышления Когда мы можем уже и не возвращаться к этому греху Далее Давид восклицает нечто таинственное Тебе одному я согрешил И лукавое пред тобой сотворил Так что ты будешь праведен в приговорах твоих И победишь, когда ты будешь судить О чем здесь говорит Давид В этом грехе, в котором обличил его Нафан Он согрешил против ближнего Потому что вторая скрижаль, где говорится Не прелюбодействуй и не убей Она относится к взаимоотношениям Между человеком и человеком Поэтому это был грех против ближнего Но в неком таком духовном смысле Любой грех есть грех против Бога Почему? Потому что заповедь-то Не убей, не прелюбодействуй Дал Бог И когда мы нарушаем эту заповедь Мы согрешаем Не только против ближнего Но и против Бога Который дал нам эту заповедь Как сказано Виновен в одном Виновен во всем Ибо тот же, кто сказал не убей Он же сказал не прелюбодействуй Таким образом весь мир становится Виновным перед Богом И Давид, конечно, это воспринимает Именно так Поэтому он говорит Тебе одному я согрешил И лукавое пред тобою сотворил Так что ты будешь праведен В приговорах твоих Что значит Ты будешь праведен В приговорах твоих То есть Так как я нарушил твою волю Ты имеешь право Вынести мне приговор И победишь Когда ты будешь судить То есть Может быть Ты, Господь, одолеешь Мой грех во мне И я как бы не вернусь К нему Далее Давид восклицает Ибо вот я в беззаконии зачат И во грехах родила меня Мать моя О чем здесь говорится Во грехах родила меня Мать моя Здесь как бы говорится о том Как вот про матерь Ева Которая страстно Выжидала запретного плода Так и В этих отношениях Между мужем и женою Возникает подобная страстность На чем настаивает Афанасий Великий И Феодорит Кирский Но не надо понимать Эти слова Ибо Вот я в беззакониях зачат И во грехах Родила меня мать моя Что якобы Родители Давида Были люди беззаконные Конечно нет Он был от светлого Корени Исеева Но как весь род Человеческий Происходит от одной крови От крови Адама Грех Это реальность Которая именно Передается через кровь Половым путем Почти как Спит То и получается Что он В беззакониях Зачат И во грехах Родила его Мать его Потому что она тоже Причастна К ослушанию Адама Как и каждый человек Об этом говорится В Писании Как в Адаме Все Умирают Так Во Христе То есть Как во втором Адаме Все Оживут Ты же истину Возлюбил Неизвестные И тайные Премудрости Твоей Ты явил Мне То есть Мы не всегда понимаем Почему Господь Попускает нам Те или иные Падения Но в этом Может быть Целью Смирить Нас Чтобы мы Не превозносились Теми Чрезвычайными Дарами Которые Господь Может Давать Кому-либо Из нас Так апостол Павел Молился Неоднократно Чтобы Господь Избавил бы его От жала Который он имел В плоти своей Когда ангел Сатаны Спускался И удручал Его Плоть Но Господь Сказал Довольно для тебя Моей милости Ради Чрезвычайности Откровений Тебе дано Жало В плоти Цель Педагогическая Чтоб ты Не возносился И не Превозносился Посмотрим Как это звучит По Массоре Дословный перевод Будет Приблизительно Таким Управителю Псалом От Давида По приходе К нему Натана Пророка После того Как Вошел он К Батшеве То есть К Версаве Меня Милуй Боже По твоей милости По великому Твоему Милосердию Сотри Мои Преступления Вот очень Яркий Глагол Сотри То есть Давид Как бы просит Бога Не вменять ему Грех В грех Премного Омой Меня От моей Вины И от греха Моего Очисти Меня Ибо я Мои преступления Знаю И мой грех Предо мною Всегда Пред тобой Одним Я согрешил И я В твоих Глазах Злое Соделал Чтобы Ты Прав был В твоем Речении Чист В твоем Суде Вот я Справинной Создан И В грехе Зачала Меня Мать Моя Вот Истина Тебе Желанная В недрах Моих И В сокровенном Мудрость Дай Мне Познать Сокровенными Являются Пути Божьи Которые Неследимы И действительно Иногда Бог Нам Попускает Впадать В какие-то Грехи И даже Удаляться От Бога Но как я Часто Объясняю Святы Атсы Говорят Что Бог Это Делает С единственной Целью В нашей Жизни Чтобы мы Поняли Что мы Не можем Жить Без Него А крапиши Меня И сопом Я Очищусь Омой Меня И я Сделаюсь Белее Снега С еврейской Масор Это звучит Сними с меня Грех И сопом Я буду Чист Омой Меня И я Буду Снега Белее И соп Это Такой Вид Травы Которая Благухающая И она Использовалась Для того Чтобы Омокать И соп В кровь Или в Освещенную Воду И этой Кровью Или этой Водою Окраплять Оскверненный Какой-то Предмет Для того Чтобы Совершалось Освещение Давид Понимает Что он Сам Является Таким Оскверненным Предметом И он Просит Бога Чтобы Господь Окрапиша Его И сопом Здесь Как бы Повелительное Наклонение Вот В синодальном Переводе Акрапия И Это Такое Как бы Очень Серьезное Прошение В том смысле Как бы Давид Настаивает На этом Поэтому Тут Как бы Некое Такое Повелительное Наклонение Акрапи Меня И сопом И я Очищусь А Моешь Меня Я Сделаюсь Белее Снега Нечто Подобное Говорится И у Пророка Исаии Там Сказано Если Грехи Ваши Будут Как Багряные Как Снег Убелю Как Пурпур Очищу И Кажется Что Немножко Нелогично У Исаии Противоположность Белого Является Черное Поэтому Наверное Правильнее Было бы Сказать Если Грехи Будут Как Черное Как Снег Убелю Но Почему Сказано Как Багряные Имеется Ввиду Что Если Человек Совершая Грех Обнаруживает Чувство Стыда И Багрянец Выступает На его Лице То Такой Человек Жив Для Покаяния А Если Согрешает Человек Даже Не Испытывает Чувство Стыда То Это Конченый Грешник Как Сказано В Библии О Садамлянах Не Стыдятся Говорят О Своих Грехах Открыто Здесь Напротив Такое Настойчивое Как бы Даже Требование Хотя Общий Тон Этой Молитвы Это Покаянная Молитва Покаянный Псалом Акропиш Меняй Сопом То Если В синодальном Акропи То Септуагинт Это Передается Еще Более Решительно Акропиш То Ты Это Сделаешь Я Это Знаю Меня Иссопом Я Очищусь Омоешь Меня Я Сделаюсь Белее Снега Слуху Моему Доставишь Радость И Веселье Возрадуются Кости Смиренные Что Значит Слуху Моему Доставишь Радость И Веселье Возрадуются Кости Смиренные Здесь Здесь Имеется Ввиду То Что Господь Через Пророка Нафана Дал ответ Давиду На это Молитвенное Покаянное Вопрошение Что Господь Принял Его Покаяние И Простил Его И Возрадовались В тот момент Кости Смиренные Потому что Давид Переживает Этот Грех С Батшевой С Версавией Как бы Всем основанием Своего Бытия Как Кости Являются Как бы Таким Твердым Основанием Тела Так он Переживает Этот Грех Двойной Грех Прелюбодеяние Смешанное С грехом Убийство Как что-то Очень Серьезное Что Сокрушает Подрывает Основание Его Жизни Даже Как бы Кости Его Оказались Потрясены В этом Его падении Отврати Лице Твое От грехов Моих И Все Беззакония Моя Чисти Давид Как бы Этими словами Говорит Что Грех Не возникает На голом месте У него может быть Какая-то Предыстория И он просит Бога Чтобы Господь Очистил Не только Этот Конкретный Грех Но и Все Беззакония Его Сердце Чисто Создай Во мне Божий Дух Правый Обнови Во Внутренности Моей И Афанасий Великий Предлагает Такое Решение Что Значит Дух Прав Обнови Во Внутренности Моей Афанасий Великий Пишет Укрепи И Приведи В безопасность Ум Мой То есть Все Внутреннее Мое Существо Приведи А как бы В соответствии С твоим Святым Законом Давид Как бы Говорит Я не хочу Чтобы нечто Подобное Повторялось В моей жизни Пусть Заповедь Как бы Поселится Во мне И я буду Подчиняться Ей Всецело Всеми Своими Силами Всеми Фибрами Своей Души Давайте посмотрим Как это Звучит С дословного Перевода С еврита Прочитаем С 10 По 12 Дай мне Слышать Веселье И радость То есть Услышать Пророчество О том Что Господь Меня простил Возлекуют Кости Тобою Сокрушенные Сокрой Лицо Твое От моих Грехов И все И твой Святой Святой Дух Не отними У меня Святой Дух Кадеш Руах Это Дух Божий Который Научает И наставляет Нас На всякую Правду А так Как Давид Был Пророком А мы знаем Что никогда Пророчества Не изрекались По воле Человеческой Но изрекали Их Мужи Божии Будучи Движимы Духом Святым То Дух Святости Дух Божий Он Почевал На нем И он просит Чтобы и далее Дух Пророческий Не покинул Его Возврати Мне Радость Спасения Твоего И духом Владычественным Утверди Меня Восклицает Давид По-славянски Воздашь Воздашь То есть Здесь Более такой Как бы Сильный Глагол Воздашь Ми Радость Спасения Твоего И духом Владычном Утверди Мя Далее Давид Говорит О том Что если он Переживет Вот в этот Момент Своей жизни Подданное Раскаяние То он Обязательно Будет Помогать Тем Людям Которые Окажутся В такой Же Ситуации И вот Совсем Недавно Я прочитал Очень интересный Комментарий На Падение Апостола Петра Когда он Трижды Отрекся От Учителя Святые Отцы Древности Говорят Что если бы Он не Пережил Бо этого Падения Он не Мог бы Стать Князем Апостольским Почему И Отцы Рассуждают Тогда бы Он был бы Чист Как Ангел Ангел Очень Ревностные Существа И Они Сразу Отсекают Тех Нечестивых Которые Приступают Ко Святыне То есть Петр Не смог Быть Нормальным Священнослужителем Если бы Господь Не смирил Бо его Вот в этом Троекратном Отречении От Христа Который Ему Господь И попустил И Имея опыт Собственного Покаяния И Божьего Прощения Петр Мог Относиться К другим Людям Более Терпимо Более Спокойно С Большим Сердечным Вниманием Чем Нежели Бо Если Он Считал Себя Как Совершенно Безгрешным И Далее Как раз Об этом И Говорится Научу Беззаконников Путям Твоим И Нечестивые К Тебе Обратятся Здесь Он Как бы Говорит Если Я до Конца Пройду Этим Путем Божьего Прощения Подлинного Покаяния То Я смогу Научить И других Людей Как Искать Примирение С Богом После Того Как Происходит Падение А По Массоре Это Будет Я Учить Буду Преступных Твоим Путям И Грешные К Тебе Возвратятся То есть Давид Сам Понимает О себе Что он Преступник Перед Божьим Законом Но Если Господь Его Простит Он Поделится Этой Радостью Божьего Прощения С Другими Людьми И Другие Грешные К Тебе Возвратятся Восклицает Он Избавь Меня От Пролития Кровей О чем Он здесь Говорит Афанасий Великий И Федорит Кирский Настаивают На том Как В убийстве Урии Так И Ветхозаветных Шерд Приношениях А равно И От Мести За Неправильно Пролитую Кровь Урии Как Мстил Бог За Кровь Авеля Вот Такое Объяснение Дает Уже Ирине Леонской То есть Давид Кается В грехе Пролитие Крови А с Другой Стороны Он Боится Что Божье Мщение Настигнет Его Вот Это Подчеркивает Ириней Леонский Потому что Мера того Как мы Относимся К другим Может оказаться Мерой того Как Бог Отнесется К нам И действительно В случае С Авелем Кровь Праведного Авеля Она Выпияла От земли То есть Требовала Возмездия Избавь Меня От пролития Кровей То есть Это можно Истолковать По Афанасию И Феодориту Я не хочу Больше Проливать Отничью Кровь А по Иринею Избавь Меня От возмездия За то Что я совершил Дабы И моя Кровь Не была Пролита То есть Возможно И такое И такое Объяснение Перевод По Масоре Избавь Меня От кровей Боже Бог Моего Спасения То Например Тот же Блажен Ироним Он переводит Блажен Но Он хочет Чтобы Господь Как бы Усилил Его покаянное Чувство Чтобы Господь Подсказал Ему Какими словами Надо Умолять Бога Поэтому Он уповает Тут Как бы Не На свою Эрудицию А на то Что Бог Даст ему Правильные слова Как совершить Покаяние Перед ним Перед Богом Если бы Ты восхотел Жертвы Я отдал Бы Но Ко всесожжению Ты не благоволишь То есть Как царь Конечно Он мог Там Принести Там Сто Быков Там Тысяча Баранов И так далее Но он понимает Что отношения С Богом Немножко Другие И 19 стих Жертва Богу Дух Сокрушенный Сердца Сокрушенного И смиренного Бог Не Уничижит И Окончание Этого Псалма Облагодетельствуя Господи По твоему Благоволению Сион И да Построиться Стены Иерусалимские Тогда Будешь Благоволить К жертве Правды Возношению И Всесжиганием Тогда Возложат На алтарь Твой Тельцов По-славянски Это звучит Ублажи Господи Благоволение Твое Сиона И да Созерзутся Стены Иерусалимские Тогда Благоволишь Жертву Правды Возношение Всесжигаемое Тогда Возложат На алтарь Твой Тельцы Здесь Содержится Пророчество О том Что Иерусалим Будет Разрушен Стены Города Будут Разрушены А потом Иерусалим Будет Восстановлен И будут Восстановлены Стены Иерусалимские На какое-то Время Будут Прерваны Жертвы Но потом Они опять Будут Восстановлены То есть Давид Созерцает Реальность Своих Потомков Которые Во время Вавилонского Пленения Потеряли Иерусалим Святой Храм И совершение Богослужения Стало Для них Недоступно И здесь Он Говорит С надеждой Что все это Будет Восстановлено Что Отстроятся Стены Иерусалимские Это действительно Произошло Когда Артасер Лангиман Дал указ О том Что они Могут Не только Восстанавливать Город Но и Стены Города И Они Восстановили Храм Это был Уже Второй Храм И Там Они Приносили Жетоприношение Тогда Возлажат На алтарь Твой Тельцов Кстати В старой Русской Традиции Слово Тельцов Это Множественное Число Заменяли На слово Тельца Тогда Возлажат На алтарь Твой Тельца Потому что Наши предки До 17 Века Считали Какие Тельцы Если у нас Есть одна Жертва Это жертва Христова И они Сознательно Множественное Число Тельцов Заменили На Тельца То есть Одна из Жертв Единственная Неповторимая Это Жертва Сына Божия Которая Отчищает Нас От Сякого Греха Итак Мы Видим Как Давид Буквально Начертил Целый План Возможно Покаяние Для Человека И Свышает Пророчество О том Что ожидает Его Собственный Народ Его Потомков И как Они Должны Будут Восстанавливать Свои Отношения С Богом То есть Имея Опыт Собственного Возвращения К Богу Он Передает Его Другим Давайте Посмотрим Как это Звучит С Еврейского Оригинала Благотвори Благоволением Твоим Циону Воздвигни Стены Ирушалаима Тогда Вожелаешь Заклание Праведное Возношение И всесожжение Тогда Вознесут На жертвенники Твоем Быков То есть Тельцы Здесь Во множественном Числе Но Наши предки Считали Что правильнее Считать Тельца Имея ввиду Одну единственную И неповторимую Жертву Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...